Мы обратили внимание на высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Саргиза Ханданяна о том, что переговор на площадках в Вашингтоне и Брюсселе, прямая цитата, имеют международный авторитет и это добавляет им легитимности. Знаете, в стремлении понравиться Западу, все-таки нужно не доходить до края и не срываться в абсурд. И у меня такое ощущение, к сожалению, что ряд людей, которые заявляют подобные вещи, просто утратили чувство меры. Это не вопрос нашего непонимания подобной позиции, ни в коем случае, мы и не такое видели. Это вопрос, очень важный, опять же, для самой Армении. Безальтернативная дорожная карта для установления действительно устойчивого мира на Южном Кавказе – это комплекс трехсторонних договоренностей России, Азербайджан, Армения на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020 по 2022 года. Вашингтон и Брюссель либо их прямо копировал, напомню, тем, кто говорят о большей легитимности вашингтонских и брюссельских площадок, либо переиначивали в угоду собственным конъюнкторным интересам. О какой легитимности таких псевдопосредников вообще может идти речь, при том, что коллективный Запад во главе США занимается откровенным надругательством, над международным правом, провоцирует войны, конфликты, устраивает цветные революции, навязывает всем выдуманные самими западниками правила, которые никто никогда не видел и не читал, разрушает государственность суверенных и независимых стран. Ну и еще очень важный момент. А если что-то на Вашингтонской и Брюссельской площадке будет обсуждаться, что, например, будет идти вразрез с национальными интересами Армении, потом не вспомнят ли о заявлениях подобных политиков о том, что сами эти площадки придают заявлениям и документам большую легитимность? Надо просто знать историю. Надо знать историю своих стран, своих регионов. Надо знать всемирную историю, коль скоро занимаешься международными отношениями. И многие самые лучшие и самые верные друзья, как они сами себя квалифицировали, Вашингтона, потом становились не просто врагами Вашингтона, а их мишенями, целями для уничтожения. Я напомню, что многие представители стран, законные, легитимные, избранные народом, то же самое Ближнего Востока, Персидского залива, Севера Африки, были ближайшими партнерами и союзниками Белого дома на протяжении десятилетий, а потом этим же Белым домом и свергали своих постов. Поэтому, еще раз говорю, это не вопрос нашей только оценки. Это вопрос национальных интересов и национальной безопасности самой Армении. Применительно к арменно-азербайджанской нормализации мы все видели, чего стоит западное посредничество, это факты. Ведь именно на саммитах под эгидой Европейского Союза в октябре 1922 года в Праге, затем в мае 1923 года в Брюсселе армянская сторона признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, полностью позабыв о необходимости обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Чем это все закончилось, вы все прекрасно знаете. К вопросу о легитимности площадок. И заключить...